всех приветствую друзья покажу вам еще один бой с турнира на штурм за сопротивление но пока что боевых за конфедерацию не будет пока я не возьму 23 ранка на сопре вот я думаю вместе за два справлюсь там звезд немного включил премиум плюс 5 звезд давайте много интересного материала я отснял сша сегодня точнее сыграл его взять еще надо бои 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 давайте посмотрим этот 21 ранг данный боец мощный у него даже кстати есть первое место в легендарной лиге будучи 21 ранга вот пацан конечно дает на каждый турнир играть постоянно чуть ли не в топ-10 залетает иногда чуть-чуть не хватает в турнире он на данный момент занимает первое место конечно проиграл мне и это очень плохо будет для него потому что он проиграл 15 бой с ним было 14 побед подряд и он поймал меня боем проиграл и когда ты проигрываешь посередине сейчас серия минимально получается и ты не можешь набрать достаточное количество очков чтобы он держаться в топ-10 но бой получился очень необычный крайне необычно мы 20 минут играли грена койотом то есть чисто грена койот в лоб и кто кого передает противника 21 ранг у него там больше апгрейдов на пехоту но у меня больше умений командира то есть у него девятый уровень у меня 11 то есть давно на 2-3 процента пехота у меня сильнее плюс снабжение плюс стройка ну в общем примерно мы играли на равных может даже у меня чуть больше было преимущество ресурсы собрал в принципе учитывая против кого я играю боец реально сильный все же первое место в гнидарке будучи там 20 19 рангом это о чем-то говорит что противника реально мощь ты собираем ресурсы продолжаем собирать ресурсы собирая даже те ящики которые по идее должен быть противник но я уже понял примерно по какому маршруту здесь нам собирать ресурсы и поэтому видимо собрал чуть-чуть больше выбираю контейнер даже не стал откликаться внимание видимо своего стрелка на этот контейнер понял что его захвачу вот на этой карте после сбора ресурсов есть огромное количество возможностей потому что там бывает подберешь ресурсов там на 3000 у тебя ты закончил сбор ресурсов тебя достроился штаб до 2 уровня до улучшался устраиваешься опять цеску чаще там две тысячи ресурсов в запасе ты думаешь на что их тратить то есть этот турнир и его неплохо в нем реализовывать всякие раши гранатометчики и тому подобное здесь я строю снайперскую вышку чтобы охранять флаг ну и в принципе знаете такая карта все противника то же самое то есть она такая зеркалка если вы отдаете вот этот холм то вашу базу будут постоянно сажать сверху и вы не сможете банально даже забраться на холм чтобы дальше что-то какие-то действия предпринимать поэтому старайтесь все же удерживать эту возвышенность ни в коем случае не давать тем более для этого у вас есть флаг которая прямом смысле может помочь вам защитить базу потому что зеленая зона вокруг флага это нажать нельзя посмотреть она дает вам дополнительный урон и это позволит вам получить какое-то преимущество вы считаете и так в обороне сидите принимаете технику противника то есть она подъезжает не единой линии вы можете разом уничтожить но логика как аллигатор на морском ударе золотом то есть викинги вы даже выстрелить не успевают по вам поэтому здесь оборона флаг и дальше я вот решил сыграть грена койотом вот мне реально очень сильно повезло что именно в эту тактику вышел решил сыграть потому что я этот турнир играет постоянно по-разному то есть я еще в поисках тактики предыдущий турнир у нас был в поисках наутился а это турнир у меня в поисках тактики то есть я все не могу понять как мне лучше сыграть и это понимаю какой-то конкретной тактики здесь не будет потому что один противник и гхм уходит быстро ты его ничего сделать не сможешь другой вот игра на мечками рашит кстати смотрите тайминг третья минута у него тут уже одна гренов койотов в общем человек достаточно грамотно подошел к этому рашу с этой стороны тоже каютами атакует меня все я вроде бы как тоже собирался рашить но у меня это получилось так не спеша лениво потому что знаете так ресурс собрал думаю блин чё где делать такая карта еще неудобная далеко до базы противника бежать ай ладно выйду я в игре на кают пока я все это думал противник уже это реализовал и вот нападает на меня хотя очень грамотно он управляет своими койотами он ведь они еле живые и сразу же уводит назад то есть это позволяет ему сохранять армию а каюту там за две минуты как-нибудь подлечится и не надо будет тратить заново ресурсы на его постройку вот здесь по сути чем проблема почему сейчас пробить не может у него армия вся коцаная то есть у него до заказ идет на так понимаю у него экономика не мощная поэтому мощный заказ устроить не может у меня тут работает 4 казармы на производстве стрелков гранатометчики и здесь на решающий момент который позволил мне защититься если бы сейчас гранатометчики спустили с холма и вместе с койотами начали давить подавлять мои до заказа с казаром то он бы меня пробил но гранатометчики они стоят на месте отстреливают пехоту гранатометчиков моих вместо казаром и вот эта стеночка она мне сейчас позволяет заблокировать гранатометчиков они начинают тупить поэтому просто стоят на месте отстреливают все что движется это мне позволяет отрезать гранатометчиков стрелками гранатометчиками, своими койотами отбить, уничтожить койоты, которые катаются у меня по базе. А далее уже под заказом четырех казарм плюс достройка снайперских вышек мне это все, конечно, поможет, чтобы уничтожить чисто гранатометчиков противника. Там, конечно, будет до заказа еще койотов, но это уже не так сильно влияет. Вот уже эта атака длится две минуты. Кое-как пополам все же я отбиваюсь, понимая, что противник меня не продавит. И, как бы, вот это все время он держал под своим контролем четыре флага. То есть благо пока что у ботов подкрепления не мощные. Если бы это вот такая ситуация была бы там на пятнадцатой минуте будет, то я уже просто бы не вышел из своей базы, потому что бот бы без остановки меня давил вместе с игроком. Здесь у меня еще есть возможность реабилитироваться. Я три койота отправил на верхний флаг, перезахватываю. С этой стороны пытаюсь отбить нижний флаг, который находится у меня под базой, но пока что сил не хватает. Но, в целом, мой дозаказ приходит сюда быстрее, чем дозаказ противника. За счет этого мы можем отбить этот флаг достаточно просто. Здесь оппонент решил не дать захватить мне верхний флаг. Отправляет туда два койота и несколько гранатометчиков. Я вроде как хотел защитить этот флаг, но понял, что у меня это, наверное, не получится. Отстреливаю гранатометчиков, отстреливаю койотов. Ну, тут, видите, еще дозаказ, и он все же этот флаг перезахватит. Вот здесь все войска уничтожили противнику, перезахватываю нижний флаг и сходу, недолго думая, отправляю все свое войско на центр, на его флаг, потому что слишком долго противник держал четыре флага под своим контролем. Надо срочно что-то с этим делать, иначе иначе бот нам просто не даст нормально жить. Надо восстановить баланс подкреплений, а то сейчас у противника подкрепления бота вражеского подкрепления мощней идут, то есть они, конечно, сливались в мою базу, но в целом там подкрепление бота на несколько юнитов лучше, чем мои, и один-один они будут побеждать мои подкрепления и приходить ко мне на базу постоянно, чтобы этот баланс восстановить, надо захватить больше флагов, чем противник и удерживать их примерно такое же время, сколько удерживал мой оппонент. Ну и вот пока противник там, не знаю, что он делал, наверное, отстраивал центр снабжения себе, хотя я так предполагаю, что он также на пяти цесках играл, ничего не менялось. Я пытаюсь удержаться на холме, то есть у меня нет цели захватить, уничтожить зеленую базу, мне бы просто удержаться на этом холме и не позволить противнику на него забраться. Если я это сделаю, то, можно сказать, победа за мной. И сейчас начинается жесткая борьба за этот флаг, за этот холм. Подкрепления постоянно идут, попутно мы отправляем койотов для захвата других флагов, то есть просто распыляем все свои силы, упор все же идет у нас на захват флагов, потому что друг друга грена с койотом мы не пробьем, потому что снайперские вышки, они очень мощные, они очень быстро уничтожают пехоту и здесь пробить реально сложно. Нужны мамонты, нужны ягуары, чтобы пробить такую базу. У нас пока всего этого нету. Поправочка, кстати. Противник играет на втором уровне штаба, я на третьем. Это очень важный момент. У меня больше кого, 33% примерно, за счет этого я могу произвести больше юнитов и вот так вот управлять их на захват флага. Противник особо не сможет так сделать, потому что у него основная армия тогда будет не очень мощной. Здесь под голд оборонный мои три койота плюс под действием флага уничтожают два вражеских койота, начинают ломать третий, но я тут вижу, что подходит гранатометчик и в целом у противника здесь уже преимущество, поэтому мой койот начинает отступать, но меня, так понимаю, не отпустят и уничтожают, к сожалению. 5 койотов в улице вроде на 22 ранге, вроде бы, но это не точно, не помню. Давно я там был, уже год назад, но скоро опять стану. Вот, ну, тут база без изменений, 5 см снабжения, 3 уровня штаба и все точно так же. У нас нет сейчас вариантов менять тактику, если я выйду в тяжелую технику, вот эти грены койоты они ее расстреляют. Мне надо продолжать играть через стрелков, койотов и гранатометчиков, хотя казалось бы, уже десятая минута боя. Подключать истребители кречеты, ну, это бесполезно, потому что вместо трех койотов сделал дикобразов и, как бы, вся ваша авиация умрет. она тоже себя не окупит. Начинает бот меня атаковать все те отголоски. Момент, когда противник атаковал меня и держал четыре флага под своим контролем и мои подкрепления еще не восстановили баланс сил между ботами и поэтому такие вот армии еще проходят ко мне на базу. Хотя нет, я здесь неправильно сказал, просто боты разминулись. Вот он с этой стороны атакует зеленую базу. Вот я думаю только вот сейчас где-то баланс остановился. Можете заметить, я тут поставил свое войско широким фронтом, чтобы если мало ли противник пойдет на нас в атаку, у меня была такая же стенка как, ну логика такая же как с аллигаторами, то есть такая вот стеночка стоит и она будет залпами разовыми уничтожать пехоту, которая будет их атаковать. С этой стороны кое-как отбивая атаку, подходит подкрепление бота, тоже броники, снайперы, в общем, с этой стороны отбились. Кстати, три койота пробежала ко мне на базу, не знаю, что он хотел посмотреть, наверное, какой тактика играет. И у нас начинается замес. Замес начинается с этой стороны, как видим, тут уже пушка стоит, ну в общем, он потратился на выход, видимо, в третий штаб, но он до сих пор на втором играет, непонятно. Построил пушку, но толку от нее не было, потому что тут очень много пехоты, она просто не успеет отработать. Пушка нужна, в принципе, только для того, чтобы технику отстреливать, а у нас тут в основном пехота, тут нужны снайперы и вышки в основном, ну и стрелки. Видите, я особо не спешу никуда к нему суваться, то есть вот противник сам идет в узкий проход, сливает свою армию, я понимаю, что это его огромная сейчас ошибка, койоты у меня уже, кстати, закончились, он вправляет все свои юниты, которые у него были на центр, которые, видимо, даже с этого нижнего флага, вот эти койоты пошли, и мы потихонечку, потихонечку начинаем продавливать, с этой стороны боты еще атакуют, опять нас теряем из здания, но мне пока не до этого, у нас идет борьба, вот я пытаюсь уничтожить гранатометчиками снайперскую вышку принудительно, в принципе, получается, но я теряю много пехоты, но эта вышка уничтожена и мне будет здесь проще пока что стоять на холме. Уничтожим дикобразы, которые слишком близко подъехали к холму, ну и в целом наши силы тают тому, что до заказ противника быстрее доходит, чем до заказ наш, и долго я не смогу его пробивать, так вот, то есть, ну да, я уничтожаю ему войска, но это недолго. Три флага под моим контролем, это хорошо, бот мой, пока что должен придти и продавливать противника, вот уничтожает центр снабжения и отступаем назад, понимаю, что дальше я его вправить не смогу, там две снайперские вышки, отстреливают мою пехоту, у меня там жизни уже практически нету, поэтому мне надо отступить, восстановить силы и удержать позицию, все же тут захват флага, он больше решит, три снайперские вышки стоит, я уже не помню, когда я их поставил, а когда мне снизу пробивал бот, вот я две штуки поставил, отстроил две электростанции, которые потерял, противник, какие-то снайперы постоянно делаются, не знаю, снайперы видимо бота, вот здесь замес наших ботов, то есть вот сейчас они играют один на один, можно понять, кто сильнее, но как мы видим, все же у фиолетового бота все же юнитов больше остается, по идее там должен был быть равный бой, не знаю, может мой отряд, когда отбивал атаку фиолетовую с этой стороны, эти юниты пошли вперед, но как видим, тут три броненоса остается и немного гранатометчиков, у нас все так же, без изменений, я даже, кстати, снайперы сделал, в начале боя я случайно апнул казанку на третьем уровне, ну и вот сейчас мне она в принципе пригодилась, сделал несколько снайперов, и буду на дистанции отстреливать пехоту противника, потому что снайперские вышки тянуть сюда это слишком дорого и долго, атак, атак, снайперы, два КО, немного ресурсов, и если их пытаться сохранить, то они затащат, здесь койота у него, конечно, зверски мощный, то есть, чувствуется что-то не то, потому что юнит мощнее, хотя вроде, а, это я же атаковал, я что-то подумал, что зеленый флаг, это монет, но вот бонус флага дает, что там где-то фуловые койоты, то есть, у нас они с ним примерно одинаковые, у меня может на 2% больше по атаке технике, но бонус флага он там дает то ли 5, то ли 10%, того и больше, я уже не помню, в умении командира есть бонус флага, вроде есть, там вроде, даже он сильно прокачивается, вроде бы да, противник запирается на базе, ставит стенки, то есть, понимает, что все не очень хорошо для него, потому что потерял он огромную армию, сейчас будет восстанавливать, а я продолжаю развиваться, ну как развиваться, я произвожу гранатометчиков и пытаюсь все же сыграть через удержание флагов, то есть, чем больше флагов ты держишь, тем больше подкреплений будет, тем проще тебе будет пробить базу противника, потому что будут нарастать вот эти подкрепления твоего бота и в какой-то определенный момент база противника истощится и вы сможете ее спокойно уничтожить. Здесь я заметил передвижение по разведке какой-то, что койоты двигаются на этот флаг, поэтому заказ остановил и отправил на защиту вот этого флага, я отстроил обратно снайперскую вышку, вот, и 4 койота отправляю вниз, чтобы захватить нижний флаг, все же хочу его взять себе, потому что перспективы пробить противника даже 4 штабом пока что нету, и надо пытаться играть от флага, здесь вот так вот, раскидал свою армию, тут и грены, и койоты, в общем, такой микс мяса, начальные юниты тащат, оказывается, здесь загрел бота на себя, сначала хотел просто пойти захватить флаг противника, но потом понял, что попал на волну бота, и давай-ка, делать мне нечего, фулк в армию, пойду, помогу, уничтожу часть фиолетовой армии, и мой бот сможет как-то отвлечь внимание на себя, то есть он уже отвлекает внимание сверху, атакует, уничтожает некоторые зеленые юниты, ошибка, 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 видите, юниты бегут, хотя они могли просто встать и стрелять, то есть он дал команду, они забежали до сюда, и здесь уже начали, ну, он их на сообщество, наверное, поставил, или команду для атаки дал, в общем, ошибку допустил, и вот я пользуюсь этим, и начинаю атаковать, у него армия вся находится сверху, я атакую посередине, бот атакует снизу, то есть армия, которая свел на себя с центра, я его уничтожил, бот сохранил достаточно большую часть своих войск, и атакует снизу, то есть мы таким широким фронтом начинаем его давить, я особо даже не пытаюсь, на самом деле, лезть на базу к противнику, я просто пытаюсь уничтожить юниты, которые слишком близко приближаются к холму, с высоты их уничтожаю, и в принципе мне тут хорошо, у меня много места для маневра, то есть у меня юниты везде могут находиться, стрелять, а противнику мешают здания, то есть проблема в обороне, особенно касается этой конфедерации, которая запирается у себя на базе, настраивается зданиями, ракетками, бункерами, и эти самые бункера мешают им передвигаться по базе, то есть они могли взять, перенаправить свою армию зевсограда в другой конец базы, но пока юниты между зданиями проезжают, они там получается по 3-4 зевса подъезжают к этому играхам, умирают и сделать ничего не могут, это все из-за того, что слишком много зданий построено на базе, и нету места для маневра, если взять чистый зевсоград, уже готовы встречать играхам и отправить его в бой, то там уже будет 50 на 50, кто кого представляет, уже зависит от навыка игры, прокачки и тому подобного. Я просто этим маневром на самом деле часто пользуюсь, вижу, что противника армия находится в одной стороне и просто изматываю, туда-сюда гоняю, в итоге юнит он постоянно теряет и по итогу, по итогу у него вообще заканчивается юнит, я его начинаю пробивать. Конечно, четвертый флаг я не смог захватить снизу, но в целом видим, бот нам помогает постепенно, то есть баланс уже мы восстановили давным-давно, мы уже даже наоборот в свою сторону его подкрутили, потому что подкрепления идут-идут-идут, как видим, большие армии сверху-снизу сейчас будет постепенно атаковать зеленую базу, вот о чем я говорил, бот уничтожил, вымотал полностью базу зеленого игрока, уничтожили практически все юниты, остаются только бронительные сооружения и все как бы, он потерял все свои юниты, я иду в атаку, плюс еще бот подключается, то есть он передышки тоже не дает оппоненту, подкрепление у нас где-то на 75% быстрее появляется, чем подкрепление у противника, и мы этим пользуемся и просто заходим на базу к противнику, уничтожаем, такая вот тактика, тактика, да говорю, вообще я удивлен, я 20 минут играл Грена Койота, то есть я до сих пор его произвожу, у меня третий уровень штаба, то есть насколько этот бой был для меня такой мясной, сейчас мы это посмотрим, кстати, по количеству уничтоженных юнитов, там можно будет оценить в полной мере, загрузка пройдет, сколько там было уничтожено юнитов, так, 265, 247, за 19 минут, где-то я играл бой, здесь, а что здесь было, здесь то же самое, что-то примерно было, там микс был, потом вам покажу, вот, бой 2 на 2, с использованием, там, сколько получается, где-то 400 кО, 14 минут, 67 юнитов все было уничтожено, то есть, а тут, из-за того, что мы использовали очень много пехоты, очень много, большие потери, как видим, кстати, у меня уничтоженных юнитов больше, чем потерянных, конечно, там юниты, а, ну да, тут логично, потому что мы еще уничтожаем юниты ботом, они же тоже будут в счет, потому что там, по сути, то же самое, что 2 на 2, ну что, суть к тому, что очень мясной бой, очень много пехоты, постоянной потери, вот он вроде бы, вообще, кстати, до конца играл на втором уровне штаба, то есть, у него не было времени выйти в третий, если бы он вышел в третий, то мы могли бы еще как-то поиграть, наверное, потому что я его, по сути, задавил числом, он не мог оборонять свою базу и удерживать другие флаги, у него просто кого для этого не хватало. Смотрите, а тут до этого было написано или нет? Наступательные маневры и успешные удары по базе противника дают вам очки активности, пассивная оборота на своей базе уменьшает вашу активность. То есть, вроде бы, как первые, там, 2 минуты я сидел на базе и оборонялся, но иметь активность 97% после всего этого мне ничего не помешало, я постоянно атаковал, давил, находился возле его базы и вот активность 97%. Ладно, заговорился, как обычно, надо было стрим проводить, поболтать, но это ладно. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал и желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok